Да, ты представляешь, Боря, я поставил теперь камеру, да? Работает? Да, работает, представляешь, вот ты вот сейчас, ты же актер у нас, да? Да. Вот сейчас я тебе покажу из формулы ФА маленький кусочек, маленький. Формула ФА это формула автоматизации начатого действия. Определяется по скорости автоматизации, то есть это для развития мышления, способности, решения, многозадач, многозадачной деятельности, то есть когда у тебя, допустим, 10 альтернативных вопросов, которые каждый требует своего внимания, а тебе надо, чтобы голова соображала сразу по всем вопросам, выйти на такое состояние, когда ты моментально реагируешь на всякие изменения, с неопределенностями, с новыми факторами, неожиданными. Допустим, ты актер, ты подготовился играть роль, ты вышел. Но роль, она уже сама по себе подразумевает многозадачность. Да, да, да. Нужно текст не забыть, задачу выполнить актерскую, актеры отреагировать, и так далее, и так далее. Да, и вдруг, в этот момент, когда ты уже готов, вошел в роль, а твоя партнерша, допустим, бедненькая, простуженная оказалась, и вдруг она кашлять началась. Ты ей там в роли любви признаешься, да? А она кашлять не собирается. Кашляет. Ты представляешь ситуацию? Ну тоже, да? То есть возникает ситуация, а там же еще зал сидит большой. У тебя там сколько чем в зале у тебя? Ну, у нас небольшой, у нас где-то человек 50. Ну, у тебя как называется это театр? Московский небольшой драматический театр. Во, во, внимание. Да, Московский. Небольшой драматический. Небольшой, ой, как красиво. Драматический. Драматический, как красиво, да. Ну, это Боря, вы, наверное, знаете все Боря. Конечно, все у нас Боря. Отлично. А вот теперь посмотрим, что получится. Что получится. Да, значит, смотри. У нас часто бывает, и я, например, сижу за комплективом, мне в это время там кто-то пишет какое-то важное сообщение, мне надо ему быстро отвечать и думать над этим. А может, как устроено, он не может быть сосредоточен одновременно, максимально хорошо на нескольких задачах. Но они же разные могут быть. Вот ты там в роли выступаешь, и в этот момент зал на тебя смотрит, и она начала кашлять неподходящий момент. И ты из этого потока, в котором ты был, тебя сразу раз и вышибает. Это ваш новый фактор включился, неожиданный. Тебе надо что сделать? Во-первых, чтобы ситуацию поддержать, ее поддержать. Зал, чтобы тебя так делать. Понять вообще, что происходит. Что происходит. Может, если не... Может, сейчас вообще... Может, не надо вызывать скорую. Да, может, извиняться перед залом. Да, и заканчивать спектакль. А теперь, может быть... Или сделать, чтобы никто ничего не понял. Боря, а может, еще и свет погас, да? Да, может быть, конечно. Да, давай еще что-нибудь, чтобы, например, чтобы были несколько альтернативных задач, которые друг друга как бы по своим параметрам... И из зала стал кто-то выкрикивать что-то, подсказывать. Да, пьяный какой-нибудь. Да, сказал, помоги ты ей, что-то стоять. Учить дальше, у нас заметили, да? Да, да. Может. А третий там сидит и говорит, знаешь, что говорит? Да, я так и думал, я же не хотел от тебя выкрикивать. Да, да. Ну, ты представляешь, что это твоя голова должна автоматически перейти в другой режим, когда все эти задачи, которые противоречат друг другу и требуют каждое отдельного внимания, могли вот так междисциплинарно интегрироваться, синергироваться, запускаться к тому, чтобы автоматически появлялись решения. Да, и вот я это тебе сейчас покажу по формуле 2. То есть правильно я понимаю, что в момент, когда происходит что-то неожиданное, я вхожу в это состояние... Оно автоматически появляется. Появляется. Это у тебя будет способность. И я за счет этого состояния могу решать эти задачи? Это альтернативные задачи одновременно. Твое внимание будет распределяться автоматически. Ну, то есть, короче говоря, как мы все это делаем на подсознательном уровне. Особенно бывалые люди такие, особенно такие, ну, есть такие особо способные люди. Это когда ты, допустим, находишься в ситуации, в которой ты уже изначально чувствуешь себя уверенно, тебе легко действовать. Да. А если вдруг произошло что-то не то, как всегда... Ну, например, у Толстого Ивана Николаевича есть такое наблюдение, у Ивана Каренина. А там Львина, он косил лук. Да. И в какие-то моменты, Толстой пишет, он входил в состояние счастья. Да. Ну, сейчас скажу почему, да? Я уже догадываюсь. Догадываюсь. Ну, ты мне этот ключ знаешь, поэтому ты сразу понимаешь, что когда он вошел в ритм автоматизации деятельности, у него снимается напряжение, и такая легкость, за счет контраста между напряжением и расслаблением, эндорфин включается, и чувство счастья, и он косит, и косит. То есть, ну, Толстой гений, да? Он наблюдал это, Вадик Каренин написал. Но вопрос в том, что как только Львин касался какой-то кочки, и вот тут же из этого ощущения счастливости... А, Толстая про это пишет. Толстого написано. А впереди шел старик, более опытный, опытный, вот смотри, противный момент, который подходил и быстро обрабатывал эту кочку и шел дальше. А этот выскакивал из потока. Ты представляешь, да? То же самое художник рисует, 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 а потом поток вошел, и у него рука сама, как это, мою руку рисовал, Бог там, и вдруг краску найти не может. И вышел. И выскочил из потока. Да, да, так и бывает. Но ты представляешь, и то же самое. Поточная деятельность, вот ты выучил роль, вошел, музыка соответствует, зал соответствует, как вот в этом, да? И у тебя все хорошо, и ты к ней подходишь, и говоришь, любимая там, пароль, да? Да. Что ты мне скажешь в ответ? Да? Ну, может, я и предложил. Она кашляет. Когда вдруг начало кашляет, понимаешь? Я подумал еще... Как кочка вот. Да. Например, я просто про себя подумал, что вот, ну это, я думаю, у многих есть, когда сидишь и что-то придумываешь, зачиняешь, это, кстати, может и ролик остаться, не важно, и стихи, и еще что-то, не важно. И там, не знаю, телефон зазвонил, в дверь позвонил. Это же с себя выбивает сразу. Да в том-то и дело. Это в том-то и дело. Как нам сделать вот формула ФА, да, формула автоматизации начатого действия, это значит, что начал решать эту какую-то задачу, сосредоточился, а процесс ее решения, то есть операционная система мозга, нейросети мозга, включились, ты уже подключаешь туда другие задачи, третьи, пятые, и они все теперь по этой формуле, которую я сейчас покажу на практическом действии, запускаются и автоматически решаются. То есть у тебя объем внимания сразу увеличился, и тебе нет необходимости о каждом конкретно думать каждый следующий момент, ты только запустил, что бы неожиданно ни случилось, у тебя мозг сразу перерапатывает, интегрирует, синергирует, междисциплинарные эти вопросы с этими нативными направлениями, одновременно мозг переваривает. То есть если вот упростить, я сижу что-то сочиняю, песню, стихи, позвонили в дверь, я пошел открыть дверь, одновременно продолжаю сочинять. Да, продолжаешь сочинять, и уже знаешь, как говорить, чтобы все это было согласовано, чтобы не было такое, ты сочиняешь стихотворение, открываешь дверь, там какой-то бородатый дядька, типа, Новый год, пришел он с шампанским, а ты его посылаешь. Нет, чтобы не так было, а чтобы ты наоборот был. Проходите, садитесь, давайте вместе сочиняйте. Нет, чтобы ты нашел неординарное решение. Да, да. Ну, при этом, если бы вы были довольны, чтобы ты нашел такой, чтобы ты был творцом жизни, творцом ситуации, чтобы ты был на дне. Но все-таки у меня вопрос, в этот момент моя предыдущая задача продолжает. Стихи писать, конечно. Потому что ты в этот момент чувствуешь, как хорошо, что тебе помешали, потому что после этого стихи будут писаться еще круче. И на самом деле так и происходит. Так вот, для того, чтобы развить у себя такую способность, надо несколько раз в днем, вечером, когда тебе удобно, потренироваться на простых механических движениях, которые мы называем упражнениями по формуле фа, по скорости автоматизации начатого действия. Как у Толстого, тот делал лук, косил рови и был счастливым. А ты давай сейчас. Только я не всю формулу раскрою, потому что я же вас не всех знаю, Борю-то я доверяю. Часть раскрою, но вы уже начнете понимать, о чем речь. Это очень важно. А потом в следующий раз, потом в следующий раз я раскрою большую часть, от которой просто будет виск, писк и праздники, праздники души при любой неожиданной ситуации. Вот теперь послушайте. Боря, можешь мыть окно, допустим, делать любое повторяемое движение. Да, да. Просто механическое, чисто механическое. Это физкультура. Это супер физкультура, это вообще такая физкультура. Мое окно, да. Не трудно же это делать. Уже чисто. А теперь добавь альтернативную задачу. Одновременно делай рукой вот так. Другой. Да. Эту вот так делай, а ту вот так делай. А теперь одновременно поворачивайся корпусом туда-сюда. Да, 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 да. Ты же видишь, сколько альтернативных задач мы сейчас одновременно решаем и развиваем в мозге эту способность. Так. Так. А теперь одновременно сделай так, что эта рука немножко поднимается при этом, да. А корпус вокруг кости позвоночника поворачивается вправо. Да, 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 да. Вот как интересно, да. Так кто бы до этого мог додуматься, что простыми такими... Послушайте, тот же есть мюанс. Да. А теперь одновременно тряси головой. Да, 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 да. Чисто механически, чисто механически. То есть добавляем альтернативные задачи. Да, а теперь посмотрим, что получится. Ну-ка, Боря, остановись. Теперь постой, постой. И просто делай, что тебе нравится. Что тебе нравится? Ну, что тебе нравится, да. А мы полминутки подержим и спросим у Горя, что он чувствует. Ну, ладно, даже ждать не будем. Правда сейчас спросит. Давай, Боря, что ты чувствуешь? Рассказывай. Все как есть. Давай. Давай. Ну, сейчас, наверное, такое, как... Какая-то такая пустота. Да, какая-то пустота и ощущение, я сейчас за все могу взять. Вот, правда, могу как бы за все. Как ты делаешь? Как же оно, а? Слушай. Вот сейчас мне, Жень, предложите. Вот даже хочется, чтобы мне что-то предложили. Может, это сомненность какая-то, нет? Сомненность нет. Нет? Абсолютно. Другое, да? Нет. Именно же, даже вот есть какое-то желание действовать. Действовать хочется. А вот голова, о чем ты думаешь в этот момент? Ты говоришь, пустота, это что значит? Не о чем. Хотя сейчас я подумал о том, что у меня была похожая ситуация на сцене, когда я чувствовал вот уверенность такую, и я помню это чувство, что вот что бы сейчас не произошло, я точно буду знать, как я буду действовать. Да, похоже. Вот сейчас очень похоже вот на эту ситуацию. Сколько бы сделали? Полторы-две минутки, да? Без всякой сцены, без той подготовленности, когда Боря вошел там на сцене в поток. Тогда это так совпало, это у меня далеко не всегда так было. Я просто вспомнил. А теперь у тебя будет. Вот что такое, специальная подготовка актеров, да? Ребята, ну вы не обращайтесь, потому что я же знаю, когда какое слово подкинуть для того, чтобы... Да, ладно, все-таки я вот главную часть потом скажу. Какое у тебя впечатление вообще от того, что вот я тебе рассказал и показал? Ну, в целом, в целом, в целом. Ты только меня не хвали, потому что... Не, не похвали. Честно. И себя буду хвалить. Честно скажу, да, честно. А это всего-то всего? Бой-бой ход. Ну, что-то просто же, надо пробовать. Конечно. Надо пробовать и проверять вот на жизни. Очень мудрый ответ. Почему я люблю Борю? Очень мудрый человек. Вот взял новую штучку, проверил, вспомнил, что он такое испытывал, когда он был в лучшем моменте в какой-то пнице играл, да? Сопоставил, видите, как молодец, почему я его уважаю. И такой ответ, что вы думаете по этому поводу? Говорит, ну, надо же попробовать, все надо пробовать. Проверить, да? Ну, замечательно, да. И вы попробуйте, друзья. До встречи. Спасибо, Хасан. Пожалуйста, Боря. Спасибо, Хасан.